Условие правильности молитвы Но если нет условия, тогда действие не совершается И условие правильной молитвы Это все то, без чего молитва Не считается верной Не считается действительной Первое условие, это наступление времени молитвы Поэтому в акт, время Это входит обязательно фарс, намаза Это одно из наиважнейших условий И по единодушному мнению всех ученых Молитва, совершенная до наступления времени Считается неверной Поэтому обязанности Муаддина Очень важны И он, как сказал поста Николасу Салям Он охраняет, во-первых, время молитвы мусульман И охраняет их ифтар, их сухур И сказал Всевышний Аллах Воистину намаз предписан верующим В определенное время Суран Ниса, 103 аят И время наступления всех молитв Всевышний Аллах упомянул обобщенно, сказав Совершай намаз в полудне До наступления ночного мрака И читай Коран на рассвете Воистину на рассвете Коран читается Пресвидетеля Сура Али Сра, 78 аят Суала до наступления ночного мрака Указывают на половину ночи Время от полудни до полуночи Охватывает время совершения четырех молитв А именно полуденный Зухар После полудня Асар Закатный Магреб И ночной Айша И Трох Салям подробно упомянул Время наступления молитв своей Сунни И поэтому время ночной молитвы Основываясь на этом, на этом аяте Почти все ученые сказали До 12 часов ночи Чтобы не заблуждались братья Что после 12 часов можно читать до фаджира Это неправильное мнение Так как у нас есть этот аят И у нас также фаджир намаз Читается до восхода солнца А не до наступления следующей молитвы До обеденной, до Зухара Второе условие Это прикрытие необходимой части тела Аурат Молитва человека, совершившего молитву с открытым ауратом Является недействительным Так как Всевышний Аллах Сфанталис сказал О сыны Адама Облекайте свои украшения при каждой мечети Сура аль-Араф 31 аят Ибн Абдальбар Рахимулла сказал Все ученые единодушны Что молитва человека Способного укрыть аурат для молитвы Но не сделавшим это Считается неверной Аурат по отношению к молящимся Подразделяют на несколько Первое Облегченный аурат Это аурат мальчика от 7 до 10 лет Ему необходимо прикрывать половые органы и ягодицы Б Средний аурат Это аурат тех, кто достиг 10 лет и более Ему необходимо прикрывать все Что находится между пупком и коленями Усиленный аурат Это аурат свободной, половозрелой женщины В молитве ей необходимо закрывать все тело Кроме лица и кистей рук Относительно прикрытия стоп Мнения ученых разделились Третье и четвертое условия Это очищение Очищение бывает двух видов Очищение от осквернений Очищение от нечистот Очищение от большого и малого осквернения Молитва человека в таком состоянии считается недействительным По мнению всех ученых Аль-Бухари под номером 6954 Приводит хадис от Абу Хуаир Ради Аллаху Анху Что посланник Аллаху Саллаху Алейхи Салям сказал Аллах не примет молитву осквернившегося Пока тот не совершит малое умовение в Удву Очищение от нечистот Молитва человека, который знает и помнит Что на нем есть нечистот Является недействительной Молящемуся необходимо удалять нечистоты Со своего тела На его теле не должно быть никакой нечистоты На это указывает хадис Который передал Муслим 292 от Ибн Аббаса Ради Аллаху Анху Ибн Аббас сказал Однажды посланник Аллаха Саллаху Алейхи Салям Проходил мимо двух могил и сказал Поистину они Обитатели этих двух могил Подвергаются мукам И они не подвергаются мукам За большие грехи Что значит небольшие грехи Это он сказал Толкование к этому хадису То что так думали эти люди Лежащие в могилах На самом деле это большие грехи Один из них распространял слухи Среди людей Чтобы испортить отношения между ними А что касается другого То он не очищал себя От своей мочи То есть от своей одежды И на это указывает хадис Который передал Аббхари Под номер 227 От Асмы Бин Абу Бакара То есть Бин Абу Бакар Дочери Абу Бакара Ради Аллаху Анху Она Ради Аллаху Анху Сказала К пророку Саллаху Алейхи Салям Пришла женщина и спросила У меня менструальная кровь Бывает попадает на одежду Как поступать с ней? Он ответил Пусть женщина ототрет ее После спрыснет водой Сбрызнет После польет на нее А после помолится в ней В этой одежде Очищать нам также С места Где будет совершаться молитва На это указывает хадис Который передал Аббхари Аббхари Ради Аллаху Анху Он сказал Как-то раз пришел один бедуин И принялся мочиться в мечети Люди стали кричать на него Однако пророку Саллаху Алейхи Салям Запретил им это После того, как бедуин Закончил свое дело Пророку Саллаху Алейхи Салям Велел им принести ведро с водой И его вылили на это место Пятое условие Обращение в сторону Кыблы Кабы По единонуществу мне всех ученых Обязательно молитву человека Который мог повернуться в сторону Кабы Но не сделала этого И является недействительной Сказал Всевышний Аллах Обрати же свое лицо в сторону заповедной мечети Где бы вы ни были Обращайте ваши лица в ее сторону Сураль Бакара 144 аят Один из подвижников Совершал молитву неверным способом И пророк Саллаху Алейхи Салям Обучил его верной молитвой И сказанного им ему было А после повернись в сторону Киблы И произнеси Аллаху Айквар Передается у Аль-Бухари Под номером 6167 Шестое условие Это намерение Молитва человека Который помолился без намерения Считается недействительной В хадисе, который переводит Аль-Бухари Под номером 1 От Амрама Хаттаба Ради Аллаху Альху Сказано Я слышал, как посланник Аллаха Саллаху Алейхи Салям Сказал Поистине Дела оцениваются только по намерению И поистинам Каждому человеку достанется только то Что намерилось обрести То есть От намерения зависит Все это половина религии Не примется никакое дело Если нет намерения Но намерение Не говорится языком А говорится только про себя И это просто думается Подумал, это есть намерение Не надо это говорить языком Предыдущие 6 условий Касаются только молитвы К ним добавляется еще 3 общих условия Для любых видов поклонения Исповедание ислама Разумность и здравый смысл Итак Всего условия правильности Молитвы 9 Исповедание ислама Разумность Здравый смысл Очищение от осквернения Очищение от нечистот Прикрытие необходимых частей тела Аурат Наступление времени молитвы Обращение в сторону Кабы и намерения Следующий вопрос задали Шейху Мунаджиду Будет ли верной Молитва женщины Если она совершает ее отдельно Стоя перед своим мужем Или рядом с ним Когда он тоже совершает молитву И шейх ответил Хвала Аллаху Если они молятся по отдельности То жена может встать туда Куда пожелает Рядом с мужем Позади него Так как между их молитвами Нет связи Но лучше конечно так не делать Это когда очень тесное помещение Если же муж у кого Суется молитвой И она молится за ним То он отстает позади На это указывает Сунна Передает Аль-Бухари Под номером 380 Имам Муслим 658 Вот Анна с Ибн Маликой Ради Аллаха Что его бабушка Мулейка Пригласила посланника Аллаха с Аллаху Алейхи вассалям Для угощения Которое она приготовила для него Он поел и затем сказал Вставайте Чтобы я помолился Анна сказал Я подошел к циновке Которая почернела От частого использования И сбрызнул ее водой Тогда стал посланник Аллаха с Аллаху Алейхи вассалям Встал он Потом сирота за ним И старуха за нами То есть они стали в ряд Сирота Это значит Анна И посланник Аллаху Как бы в одном ряду А бабушка за ними Посланник Аллаха Саллаху Алейхи вассалям Помолился Совершил молитву Двора Акята А после ушел Если мужчина и женщина Молятся за предварительной молитве За имамом Или мужчина и женщина Молятся за ним То соответственно Сумной Женщине необходимо Вставать позади мужчин Однако Если женщина Помолилась Стоя рядом с мужчиной То тут мнения Разделились ученых Некоторые скажут Что это неверно Некоторые сказали Что можно Так как нет Конкретных доказательств Недействительности молитвы И ученые Ханафиты Даже считают Что если женщина Молится рядом с мужчиной Без преграды Между ними То она нарушает Молитву трех мужчин Сразу Которые стоят И справа Слева от нее Того кто стоит справа Того кто стоит слева И того кто стоит Позади ее С условием Которые упомянули То есть нарушает Третье То есть поэтому Молитвы женщины Обязательно Ей нужно стоять сзади Так как на одном ряду Никогда не молились Посланник Аллаха Саллаху алейхиссалям И не женщины И правильно будет Соответствовать хадису Когда сказал Посланник Аллаха Саллаху алейхиссалям Лучший ряд Для мужчин это первый А лучший ряд Для женщин это последний И чтобы женщины Не выдвигались Другой вопрос Когда задают Можно ли Вот как у нас сейчас На втором этаже Получается женщина Над мужчинами То в этом нет проблем Как сказали ученые Потому что Между нами есть завица В данном случае Это потолок Или стена Или что-то подобное Которое отделяет мужчин от женщин И тут в этом случае Проблем иншаллах нет Аллаху алейхиссалям Из вопросов Вот хотелось бы Два момента Один частный вопрос А другой не совсем частный Из не совсем частного Может ли женщина Молиться с ребенком Сидя Если есть опасность Допустим Вот что там Ребенок упадет Или там еще что Например во время Жума молитв Вот Например вот женщина С маленькими детьми Которая останется без присмотра Поскольку никто за ними Не будет смотреть Ну пусть берут на руки И молятся А на руках можно молиться Конечно Это сунна достоверная сунна И посланник Аллах Саллаху алейхиссалям Молился Держа на руках Маленькую девочку А также своих внуков Хасана и Хусейна И они ползали по нему На молитве А когда опускался Он насаждал Клалах А потом опять поднимал Ну я так молюсь А в чем проблема Беру ребенка на руки И молишься И так же женщина может Это вопрос ясен Понятен Он не требует Какого-то толкания Потому что на это указ Хадисы Приводящие Аль-Бухари и Муслим То что Мы можем спокойно Брать детей На руки Если на них нет Наджасы Или нет опасности Что совершат они Там пописать Покакают И так далее Молится человек Мать и отец Тут проблем нет никаких Даже это будет желательно Чтобы не убегали дети А блин тут нету А вот если Во время намаза Например Пописать Если во время намаза Пописать Надо возможность Снять эту одежду Эту одежду Если грудной ребенок Которого кормит молоко Мать Проблем нет никаких А если ребенок Которого мать Грудью не кормит Тогда это считается Ну как Ребенок Но уже не молочный И поэтому Его моча Наджаса То есть Эту одежду Надо снять Во время намаза Если есть возможность Если нет возможности Тогда молитва прерывается Потом заново Ее надо перечитать В этой надежде Уже нельзя завершать дальше молитву. Поэтому это женщины тоже должны знать. А проблем нет с молочной, потому что посланник Аллаху Салям, и он принес ребенка маленького, он взял, сделал за него дуа, ребенок на него пописал, и тогда он сказал, принесите просто воду, он сбрызнул воды, и все, и проблем нет, этот одежный имен, ничего нет. Ребенок был молочный, который сосал молоко матери своей, а после этого уже нельзя. Можно еще вот вопрос более частный, мне интересно, есть ли какой-то вот долиль у людей в Мекке, которые во время хаджа молятся вместе с женщинами, или это все-таки... Ну там, правда, это просто исходить из условий, мечети. Но ты как ее собираешься? Ты думаешь, великие шейхи и имамы там не хотели как-то разграничить, но это невозможно. Именно в мечети Аль-Харам это невозможно сделать. Каким образом ты это собираешься сделать? Если талаф делают мужчины и женщины вместе, как ты их? Ты отдельно талаф для них будешь делать, для мужчин, как ты это представляешь себе? Талаф — это само хождение. А куда им деваться во время молитвы тогда? Выходить из мечети? Три миллиона человек ты хочешь поделиться и полтора миллиона выгнать за пять минут? Вот как ты это представляешь? То есть это считается как бы вынужденным условием? Ну, конечно. Другое дело, что женщина по-любому должна не лезть в первые ряды, а уходить назад. Там есть все равно место за это, и там ходит и полиция, и сами смотрите на мечети. Они поднимают женщин с первых рядов и отправляют их назад. А многие женщины не слушаются. Но если начался команд, например, ты даже в первую ряду, и женщина сидит в первую ряду, но ты уже никуда не денешься. Все, команд, встаешь, и она с тобой рядом, молишься. Но туда никуда не денешься там. Это единственная мечеть в мире, где вот вот такое положение. Там нет такого. Поэтому зума надо. Мы тоже поднимали женщин переди себя, мы тоже их назад гоняли, менялись с ними местами. Но если уже команд говорят, ты уже встаешь и молишься. Проблем нет уже. Никаких проблем нет. Абсолютно никаких проблем нет. Если ребенок проходит, во-первых, коллективная молитва, она никакой проблем нет. Хоть взрослый ходит, хоть молодой. Если перед рядами. Перед имамом ходить нельзя. Если имам стоит, например, вот, да, у нас в мечети, а там между рядами хоть бегай, хоть там лежи, хоть что делай, это никак не портит молитву. Если перед имамом никто не прошел, молитва не портится. Имам тогда уже должен останавливать рукой. Сражаться с ним, это шайтан. А если маленький ребенок на бас передает, когда он по прибытии в Медину, у него на ослице была, у него ослице такая молодая была, и она убежала. И она, эта ослица, бегала между рядами молящихся, а за ней бегал он. И никто ему не сделал порицание. То есть проблем нет. Главное, что не перед посланником Аллаху. И даже перед посланником Аллаха, как играли его внуки, один раз он на сажда пошел и долго-долго не поднимался, и люди уже думали, что это он устал или как-то забыл, что ли. В одном спросили у него, а в чем было дело? Он говорит, а на мне ползали мои внуки, я не хотел их гонять, хотел, чтобы они сами слезли. И это они, соответственно, на нем ползали, перед ним ползали. Проблем тут никаких нет. Ребенок никаким образом не портит молитву. Это только взрослый человек, который понимает. Ребенок он не понимает, поэтому положение ислама в ноги, которые мы обязываем взрослых, к ним не относятся. Они еще этого не понимают. Тут обоюдная ошибка. Очень многие люди, я делаю постоянно замечание, приходят, вот сюда встали в середину и молятся. Во-первых, он создает затруднение сам себе, во-вторых, создает затруднение мусульмана. Потому что есть хадис, который сказал посланник Аллаха, саллаху алейки в салям, если бы вы знали, насколько лучше не проходить перед вашим братом молящимся, то вы бы стояли перед ним, как он говорит, 40. Сколько? Дней, ночей, месяцев, лет, это неизвестно. Но стояли бы 40, он сказал. Поэтому ученые что сделали? Вот тоже, ахарам, там такая ситуация. Там молятся везде, любой пятачок молится человек. Но ты не можешь постоянно сидеть, ждать, тогда ты вообще до места не дойдешь, куда ты идешь. И поэтому дали такую фатва ученые, что молитва его распространяется на длину его сажда. Вот, например, мета перед ним, это его заповедная территория. А следующий ты можешь проходить уже. Но лучше будет, если человек позаботится о себе сам. То есть поставит обязательно какую-нибудь сутру, приграду. Сутра должна быть на пять руки. Сумочку поставь, я не знаю, там шлепки сложи, там вот так вот, чтобы они перед тобой были, и все, и проблема решается. И никто туда, я никогда не иду, чтобы они залазили. Они все обходят вот эту сутру. А если прошел уже все? На каком расстоянии? Если перед тобой, то намаз, ну как, не, он не портится, брат, просто ты награды большой лишаешься. Вот. И ты должен остановить его рукой. Ты должен остановить его. Остановить его рукой. Если он не понимает, даже отшвырнуть его. А он для себе большой грех зарабатывать. Ну, метр. Вот на сколько сажда делаем? Ну, вот примерно посчитайте вы, где его голова остается, сажда, да, делает человек. Вот там уже нельзя заходить, а дальше это считается разрешенным переходить. Потому что так невозможно. Человек в середине встал, он зал на две части поделил. Как нам с одной туда пойти, если он молится здесь? Мы ему место оставляем метр полтора и проходим. Хотя он это вызывает, он зарабатывает больше греха. Потому что он не поставил перед собой с утра. Но это не значит, что кольцо там надо ставить с утра, какую-то ниточку какую-то. С утра должна быть такая, как это видно людям. А то я видел там некоторое. Кольцо ставит еще. Это не с утра. С утра поставил Николасу, там седло было. Вот на основе этого, ну вот, высота пять руки. Чтобы было заметно человеку. Поставь сейчас сумки, да, мужские. Поставь ее, стой. Вот это будет с утра. Что-нибудь такое. И тогда человек обойдет ее легко. И проблем не будет с этим. Начала.